Мы вышли на прогулку, дошли до даунтауна, ну так, да, и сейчас пойдем в продуктовый магазин. Продуктовый магазин, хочу вам показать, находится в этом здании, видите, security, все как положено. В этом здании там будет вход и проход. Как я говорила, под Торонто есть подземный город, и вот, допустим, в ряд этого города, я вам покажу здесь, этот переход между зданием, видите, мы потом по нему пройдем. То есть, как бы мы зайдем в это здание, а выйдем вон из того, не выходя вообще на улицу. Вот, пока идем. Это все квартиры. Вот раньше мне казалось прикольно жить в такой квартире, сейчас, мне кажется, это как-то, не знаю, не очень-очень. Привет! И да, у нас холодно, 10 мая, а у нас, блин, 4 градуса тепла. У зданий, кстати, такие штуки, как борт такой, где написан его адрес, и основные моменты, которые находятся в этом здании, бизнесы какие-то. Вот мы идем вон туда, в магазин Копос. Вот, Винерс тоже известный, и Хелф Ван известная сеть. Ну вот, мы идем тут строить, строить все. Вот это шоссе проходит, ну, короче. Вот. Так выглядит вот вход в здание, допустим, да. Тут ресепшн, все красиво. И это. Так, вот у тебя все написано, где что. Заходишь, проходишь. Здесь у тебя зона такая для отдыха. Ну, все как... А, я вам еще не показывала. Погнали. На каком этаже что? Не сделали. А ты еще могу эти штуки помочь, чтобы чистить? Может быть. Так. И вот здесь должны быть... Прокладывайся в Копосе. А, ну-то. Всякие вот кафешки, магазинчики. Ну, все еще закрыто, естественно. Вот открыт только магазин Копос. И сейчас я пойду сюда. Пойдемте со мной. О, черешня. В целом магазин маленький. Но обязательно есть раздел порезанных продуктов. Что-то удобно. Всякие макарошки прикольные. Сейчас, может, возьму чем-то. Такой, мне кажется, какой-то отдел восточно-европейский. Завал очищницы. Большие пакеты. Не знаю, вам видно, нет? Вот это моя любимая очищница, кстати. По-моему, в России она называется канадская. Лапша и куча всяких соусов. Соевые терияки. Слово разнообразия. Так, это количество хумуса разного. Просто разного. Я очень люблю с перцем. Вот я взяла с перцем запеченным. И еще люблю с, как она называется, с артишоками. Это уже дипа пошли, сори. Сейчас, 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 сейчас. Такая классическая. А где мой? Который мне нравится. Рост от карлик. Спироч. Не вижу. Не знаю, где мой. Чеддер. Ну ладно, значит нет. Не покажу вам. Сегодня Mother's Day. Всякие тортики. Но это мы проходим мимо. Здесь какие-то котлеты из сладкого картофеля и из бобов. Вот всякие какие-то тут разные. Сейчас чем-то возьму. Также порезанные овощи. Я по понятным причинам не показываю молочку и мясо. Это вот томатная паста. Всякие разные. Вот эти очень вкусные. Вот этой фирмы. Все, я сюда пришла ради макарон. Сейчас мы каких-нибудь выберем. Я хотела нормальных. Чипа таких каких-нибудь. Вот спагетти хотела. Номер один. Номер 15. Вот эти на них еще. Возьмем эти. О, моя корзина. Пришла за молоком. За макаронами. Покупаю такой вот пропаренный рис. Я знаю, что это самое, наверное, что-то может быть невкусное. Точнее, не полезное. Но мне нравится. Вот. Белый. Не знаю, беру пропаренный. Он хорошо варится. Так. Ну, любой вкус. Есть всякие виды орехов. Порубленные. Так. Порубленные. Сяк. Какая-то каша. Мука. Реально мука. Вот так вот. Это на все кокос у нас. Да, кокос, миндаль. Пожалуйста. Любые виды. Кленовый сироп. Вот такой лучше не покупать. Это какая-то тяжелая ерунда. А настоящего я тут не вижу. Есть какие-то разделы органика, натуральный продукт. Какие-то соки непонятные. Чего здесь? Сериал. Здесь только этот самый всякий. Вода. Вот вода Фиджи, кстати, очень вкусная. Очень вкусная. Реально вкусная. Какие-то тут каши. Каши, 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 каши. А, вот этот, кстати, вкусный. Вот этот снек очень вкусный. Из кокосового молока, йогурта. Ну, так, ничего особенного. Сейчас посмотрю, может какую-то кашу себе взять. Original. Я вот смотрела как-то вот эту кашу. Хотела взять овсянку с флекс. И знаете, что у него в составе? Сахар. Сейчас найду вам. Одним из первых пунктов идет. Грейн рог оутс и кейн шугар. Нормально вообще? Так что смотрим внимательно. Ну, и здесь немного органических консервов. И макарон каких-то. Всяких вот интересных. Я, наверное, ничего брать не буду отсюда. Соба. Кстати, рис тоже есть. Раньше, когда мы жили в Канаде, я вот такой рис покупала. Такой бленд. Ну, дети плохо его едят. Мой любимый отдел зелени. Свежей зелени. Артишоки. Я как-то их готовила один раз, у меня не получилось. Но каждый раз на них смотрю и думаю, когда-нибудь я приготовлю их снова. Сейчас. А сейчас, короче, мы зашли в магазин, где все, не знаю, типа по 2 доллара. Продается, вот, например, доллар 25. Ну, плюс налог, естественно. Здесь есть все для дома. Вот мы вообще пришли с огородными штуками. Будем сажать сейчас что-то. О, смотрите, какие посудины красивые. Здесь такое все не очень качественное. Вот, руб 50. Упс. Это у меня был такой в доме. Ну, и вот здесь для грилей все. Никогда, по-моему, я не снимала из этого магазина, потому что, мне кажется, это наименее интересно, что есть в канале. Но сейчас я подумала, что если вы не живете в Канаде, скорее всего, вам будет интересно. Миски для мусора. Разного запаха. Ну, и вообще, если это такой отдел, он хозяйственный. Вот это зиплоки. То, что мы возим в Россию родственникам. Очень удобные пакеты на вот таких вот штучках. Вот, сюда покупала их здесь. Их тут разного калибра, всякие разные. Всякие эти мопы. Ладно, пойдемте дальше. Туалетная бумажечка. Все в наличии. Ничего не раскупили. Не знаю, где искать все для... Вот отдел, тут детский, тут... Вот, кстати, наверное. Ну, вот здесь все для сада. Я хочу найти... Я хочу найти... А! Я хочу найти рассаду и посадить что-нибудь с детьми. Сейчас. Идут всякие штучки. Для сада. Вот. Вот я, наверное, пришла в этот отдел. Что такое? А, это трава. Газон. Roll outlet. Нет, это не то. Это прям вот такой штукой. Раскладываешь, и у тебя растится что-то выращивается. Ну, это ГМО, я думаю, конечно. Наверное, мне нужны вот эти штуки. А, и вот семена. Отлично. Нам тупо для развлечения. Что-нибудь вырастить. Сейчас я буду смотреть, что здесь есть. Видите, все сразу есть. Ладно. Короче, я нашла просто вот какие-то такие штуки. Типа, добавь воды, и все у тебя прорастет. Мне кажется, очень экономный вариант. Ну, и вроде как по приколу. А, еще я взяла здесь прыгалки. Давно ищу. Всякие эти отделы. Тут всякие цветы искусственные. Есть даже очень неплохого качества. Ну, в целом, долларама. Что вы там? Ну, нашли что-нибудь. А, это скоро день Канады. Все с канадской символикой здесь продает. Мама, давай возьмем такую, чтобы когда нам жарко. Что ты хочешь? Когда нам жарко, можно взять такую. Нет, нет, только ерунду брать. Короче, мы пошли в другую сторону. Вот мы теперь проходим над... Над, 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 над. Что это у нас? А, вот здесь проходит шоссе, прям над нами. А это набережная. Ну, по набережной. Дорога к набережной. Lake Shore, так сказать. И вот мы идем в другое здание. Если вам видно, вот там вот тоже есть переход. Это как бы, в общем, наземные переходы. Но туда подальше есть и подземные. Если видите такую надпись сторон, то значит, это ведет в подземный город. В общем, перемещаться можно между всеми-всеми-всеми этими зданиями. Ходить в свой офис, на работу, в магазин. И вообще не выходить на улицу. То есть, вы вполне можете увидеть в этом месте людей, которые одеты, ну, типа в домашней одежде. А не как мы. Вот, пойдемте. Я сегодня не в кадре, потому что я сегодня по-домашнему. Financial district. Что это у нас? Это не ПАФ? А это вот, наверное, waterfront. ПАФ? Вот он, ПАФ, Торонто. И вот его карты, кстати. Вот весь его план. Реально, как метро, да? Вот. Here. То есть, мы можем дать Мэйпл Лив. Мы можем вообще дать и дать Кинга. Да. На Кинги. Сейчас пойдем как-нибудь. Вот. А так у вас пишут выходы. Вот название. Это ну, какие-то основные точки. Вот ПАФ. Мэйпл Лив Сквэр. И вот в Охлобысть пошли дальше. В переход. И на выход. Мы решили идти прямо до улицы, которая нам нужна. И нам нужно будет пройти три улицы. Вот. Но мы их будем идти. Дети уже там идут. Мы их будем идти вот так вот. Вот это, кстати, такая фишечка Торонто. Скотшая банк арена. Это, кстати, очень известное здесь место. Кстати, Фетя, это арена, в которой вообще-то эти... Врачам там еду раздают, вроде как. Тишина. Никого не видно. Здесь был какой-то полевой лагерь для еды. Frontline Walkers. Ну, что-то здесь тишина, короче. Вот впереди, кстати, гостиница. Я вам про нее в прошлом влоге с прогулки из Торонто. Ссылка будет здесь. Показывала. Теперь мы идем внутри здания. Вот мы шли-шли и пришли. Вот Union Station, да? Главная наша тут... Это я. Главная наша станция здесь. Центральный вокзал, так сказать. Не везде он модный и красивый. Где-то вот еще идет стройка. Вообще-то Union Station его... Эту станцию еще до сих пор реконструируют. Мы, честно говоря, сейчас не видим. Надписей. Path. Ну, окей. Как-то идем. А, вот эта надпись нам нужна. Здесь идет ремонт. Ну, это окей. Все. Ищем. Слово о том, что в Торонто нельзя заблудиться. Здесь абсолютно очень-очень-очень-очень хорошо все обозначения. Что на дорогах, автодорогах, что вот в городе. Ну, то есть просто рассчитано на дураков. Что в целом, неплохо, потому что не заблудишься. Пойдем. Вот он Union. Вход. Оп. Пав. Идем сюда. Вот здесь покупка билетов осуществляется. Здесь можно перезарядить карточку дальнего следования. Все. А мы идем дальше. Вот следуем указателям. Мусорки. 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 Все. Идешь. Это, кстати, метро так наше выглядит. Касса, где можно купить. Но там чуть никого нет. Все. Куда-то идем. Не знаю. Так. Из новостей. Перекрыта половина этого пути пата нашего. Потому что выходные его закрывают. Поэтому мы теперь вынуждены выйти на улицу. Ну, вот. И тут здание это. А, это RBC, Федя. Ну, нам, наверное, налево лучше выйти. И там на улице вообще дождик шел. Ну, это окей. Боря, 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 пойдем. Тихо. Окей. Ну, что ж, пойдем. Никаких проблем. К Union вышли. Ну, окей. Спасибо, Пабэй. Вот это RBC здание. А, золотое, кстати, которое было в том влоге. Окей. Пойдемте. Моросит немножко дождик, но ничего. Налево и туда, на север. Кстати, в Торонто, да вообще в Канаде, может быть, это чисто североамериканская тема, я, честно говоря, не знаю. Все направление в городах делится на север, юг, запад, восток. Ты всегда знаешь, в каком направлении ты идешь. Кстати, Настюшка Лопатушка. И, ну, ориентируешься в городе именно по направлениям компасным. Открыли у нас этот парк, или, как сказать, эту площадку. С понедельника у нас открываются парки. Ха! Подачка. Ну, хоть на этом спасибо. А я прыгаю. Купилась вам долларом прыгалки. Кстати, оказались неплохие прыгалки. А, все-таки я сделала, уже 800 раз я сделала, осталось 200. Вот, что еще, что еще вам сказать. В общем, да, потом пойдем домой. Мы теперь, вот и я, мы теперь по вечерам делаем йогу, упражнения, все такое. Обычно я йогу делала с утра, либо иногда днем. Теперь мы стали делать утром, о, вечером. Вот, также мы все взяли от себя такой челлендж. Ну, вот я взяла сейчас до отъезда, я не знаю, по-моему, представление. Мы это, наверное, будем середина, 10-е, 15-е, 18-е числа июня, наверное, мы где-то в этих числах от себя уедем. Так я чувствую. Так мне кажется. И, короче, до этих дат мы взяли каждый день делать по 100 прессов. Все вместе, дети, я, Федя. Ну, Глеб у нас делает по 400 штук. Глеб у нас вообще очень сильно спортивный. У него прям такие мышцы прям уже есть. В общем, невероятно. И вот прыгалки. Будем смотреть. Потому что на самом деле ты все равно ведешь такой лежачий образ жизни. Поел диван, поел кресло, поел. Все время, в общем, даже эти прогулки ничего не помогают. Вот. И хотя я уже какое-то время вздать за себя и, в общем-то, имею легкие результаты, все равно, все равно, все равно, все равно, все равно это не то, что бы хотелось. И впереди лето, хотя не очень верится, учитывая, как я сейчас одета. Но уже к концу недели обещают тепло. Надеюсь на это. Вот. О, у нас дождь начинается. Ладно, я просто додела свои 200 штук. И все. На этом видео заканчивается. Такой вот был день вместе с нами. Пока. Спасибо, что досмотрели до этого места. Ставьте лайк, подписывайтесь. Вы знаете, что делать.